Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события к этому часу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В столице горячая вода в батареи больниц школы детских садов поступила еще во вторник. В выходные тепло пришло и в жилые дома. За режимом подключения к городу к котельным следит наш телеканал. Отопительный сезон в Самаре начался раньше на 4 дня. В первую очередь еще в прошлый вторник к котельным подключили почти все больницы, школы и детские сады и 611 многоквартирных домов. В первый день официального старта отопительного сезона 30 сентября еще 3000 домов. Об этом на видеоконференции воскресным вечером рассказал глава города Олег Фурцев. Тепло в самарские дома оперативно поступает благодаря своевременной перекладке теплосетей. Летом заменили 23 километра, подготовили 59 муниципальных и 44 ведомственных котельных и 285 центральных тепловых пунктов. На воскресный вечер 100% учреждений с постоянным пребыванием людей и около 80% больниц, школ и детских садов уже отапливались. 40% жилых домов тоже получили тепло. По сравнению с прошлым годом тепло подключают в три раза быстрее. Дадим команду, чтобы немедленно охватили весь объем неподключенного, где жилья, где детских, дошкольных учреждений, чтобы все сделали. А мы за этим будем смотреть и помогать. Сейчас за температурой в батареях домов и социальной сферы следят энергетики. Ситуацию за подключением тепла ежедневно контролируют специалисты Департамента городского хозяйства и экологии. В Самаре больше 10 тысяч многоквартирных домов. Обычно технологический процесс подключения всех потребителей занимает около полутора-двух недель. На еженедельном совещании в мэрии глава города поручил сократить сроки подачи тепла. Понятно, что протяженность сетей большая в городе. И даже нагрев воды и запуск этой воды в сети требует определенных временных затрат. Но надо ставить задачу сократить срок. Обычно мы в течение двух недель заполняем систему. Значит, сократить срок подачи тепла. Я думаю, до конца недели вполне можно эту работу всю завершить. Полностью прогреться батареи в домах самарцев должны до 10 октября. К этому времени в Департаменте городского хозяйства и экологии начнет работу горячая линия, куда смогут обращаться жители. Лариса Шлафас, Сергей Кизоркин, Константин Головин, Григорий Плешаков. События. О начале отопительного сезона речь зашла и на утреннем совещании в правительстве региона. Временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Азаров потребовал уделить особое внимание подаче тепла в школы, детские сады, больницы, а также в жилые дома. Контролировать работу он поручил в Рио председателя правительства Александру Нефедову и в Рио министра энергетики ЖКХ Сергею Крайневу. Дмитрий Азаров обязал их при необходимости лично подключаться к решению проблем. А такое уже случалось. В одном из районов области из-за долгов за газ жители могли оставить без отопления. Но после переговоров между руководством региона и представителями «Газпрома» тепло своевременно поступило в дома. Кадровые изменения в областном правительстве. От занимаемой должности освобожден в Рио главы Минфина Сергей Кандеев. Он был на этом посту более пяти лет. Его место занял Андрей Примилов. Напомню, с 2006 по 2008 и с 2010 по 2015 года Примилов руководил департаментом финансов администрации Самары. Также пост руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции покинул Валерий Юртайкин. Снесенный один раз и во второй будет ликвидирован. В Октябрьском районе продолжается борьба с нелегальной торговлей. На одной из самых проблемных улиц Челюскинцев с одного места пришлось дважды вывозить незаконные киоски. В том, что перевес в борьбе склоняется в сторону жителей и районных власти, убедился Андрей Горгуленко. Две стороны улицы Челюскинцев словно из разных миров. Пока одна, которая удалось очистить стихийной торговли, преобразилась в уютный сквер. Но другой – война за территорию между горожанами и нелегальными торговцами продолжается. Коммерсанты вне закона все еще создают неудобства жителям соседних домов. От рыбы сливается вода здесь грязная во двор. Все несут во двор. И вот за углом подвал у нас. В общем, безобразие страшное. Но немножко сдвиги есть. Создает неудобства. Ну и улица эта Челюскинцев очень узкая. И здесь такие машины подходят. И все, все это есть сейчас в магазинах. Слава богу, что все дешевое, доступное. Можно все взять. Помимо ларьков улицу захламляют и автомобили, которые из средств передвижения превратились в склад для товаров. В них хранятся коробки, ящики туда убирают продукты. Мы имеем возможность убирать и безхозяйные автомобили. И вот если вы посмотрите, у нас есть машины, которые здесь стоят, с которых ввелась торговля. На них уже наклеено объявление, уведомление, согласно которому владельцы автомобилей должны либо убрать автомобили, либо привезти в порядок. А вот торговые павильоны в порядок не привезти. Их ждет только одна участь – быть ликвидированными. В августе два киоска были вывезены. Однако место сразу было занято другими предпринимателями. Но и им не удалось заработать вдоволь. Уже в рамках своих полномочий, которыми районные власти наделены с 1 сентября, отдел потреб рынка Октябрьского района прекратил их незаконную торговлю. Ликвидировали и точку продаж на улице Советской армии в районе НФС. В планах на дальнейшую работу еще десяток нелегальных объектов. У нас утвержден главой план график демонтажа пока сейчас до конца 2017 года. У нас запланировано к демонтажу 11 объектов несанкционированных, и в том числе крупногабаритных. В Самаре уже демонтировали 204 объекта. Из них больше 150 в результате тесного взаимодействия власти и собственников торговых объектов. То есть они сами демонтировали и вывозили свои павильоны. За счет бюджета в городе убрали 28 объектов потреб рынка. Андрей Горгуленко, Максим Гусев, Василий Калдашов. События. Ни дня без спектакля. Под таким девизом жила Самара всю прошедшую неделю. Фестиваль «Волготеатральный» завершен, лауреатов наградили. С лучшими интервью записал наш корреспондент. Заслуженный артист России Александр Попыгин на сцене Самарского драматического начинал свою актерскую карьеру 60 лет назад. Здесь он учился у таких мастеров, как Николай Засухин, Георгий Шибуев, Зоя Чекмасова и Вера Ершова. Говорит, повезло сидеть в одной гримерке с Демичем и Засухиным. Александр Иванович Демич, кстати, мой тезка. И когда мы с ним сидели, тогда тесноватые гримы уборные были, сейчас немножко перестроили все это. А 60 лет назад гримы уборные были небольшие, меня посадили между Александром Ивановичем и Николаем Николаевичем Засухиным. Подсадили, ну, чтобы гримироваться тоже. И Александр Иванович еще шутил. Вы проходите между двух Александра Ивановича, загадывайте желания. В спектакле Маринбургского театра «Милые люди» по Шикшину закрылся третий межрегиональный фестиваль «Волга театральная». На торжественном вручении наград заветные статуэтки распределились по заслугам и талантам. Гран-при из рук главы Самары Олега Фурсова получил русский драматический театр «Мастеровые» из набережных Челнов за спектакль «Карл и Анна». Вместе с наградой обязательный приезд на следующий фестиваль. Самара любит театр и в наше время интернета, социальных сетей, атомизации. Очень часто не хватает искренних чувств, не хватает страсти, энергетики. И театр как раз дарит нам эти ощущения, дарит нам эти замечательные чувства, заставляет сопереживать с игрой замечательных актеров. Лучшую женскую роль поделили две актрисы. Татьяна Гладнева за роль Лизи в спектакле «Продавец дождя. Город Пермь» и Елена Ряшина за роль Розина в спектакле «Безумный день» или «Женеба Фигаро. Казань». Лучших мужчин тоже оказалось двое. Илья Славутский за самого Фигаро и Даниил Богомолов, актер Новокубышевского театра студии «Грань» за «Короля Лира». Лучшей режиссерской работой признали постановщика спектакля «Улыбайтесь, господа» Алексея Логачева. Награда ушла в Театр Республики Башкортостан. Фестиваль третий, и я уверен, что очень-очень много еще этих фестивалей будет проходить здесь в Самаре. Потому что фестиваль живой, фестиваль такой активный, задорный, молодой и очень интересный. Конечно, принимать Волгу, всю Волгу здесь, в Самаре, это очень почетно. 14 спектаклей из 11 городов увидели самарские зрители. За годы существования фестиваля у него уже появились переданные поклонники. А все театры Приволжского федерального округа мечтают стать участниками. Следующая Волга театральная соберет друзей уже в 2019 году. Андрей Горгулинка, Мариана Мирная, Дмитрий Мешканцов. События. Далее коротко о других событиях дня. В Самарской области мужчина упал с горы Барсук. Инцидент произошел в субботу 30 сентября. Как сообщают спасатели, 31-летний мужчина находился в тяжелом состоянии. Ему требовалась срочная госпитализация. Спасатели погрузили его с переломом ребер многочисленными ушибами на борт спецсудной и доставили на станцию. Там его передали врачам скорой помощи. Областное правительство подписало постановление о запрете на движение грузовиков в Самаре. Ограничение будет действовать с 6 утра до 10 вечера на весь период подготовки к Мундиалю. А именно до 14 июня 2018 года. Ограничение коснется большегрузов массой более 8 тонн. И вступит в силу уже в начале следующей недели. Тем временем в Самаре изменится и схема движения автобуса номер 47. Он будет курсировать по проспекту Кирова и Московскому шоссе со всеми остановками по трассе следования. Маршрут изменится уже завтра, во вторник, 3 октября. Войсковая часть 69-18 города Евпатория Федеральной службы войск национальной гвардии объявляет набор на службу по контракту на должности сержантов и солдат. В качестве кандидатов рассматриваются мужчины, не прибывающие в запасе, имеющие высшее или среднее образование. О порядке прохождения военной службы по контракту, предоставляемых льготах и социальных гарантиях, а также о размерах денежного удовольствия и порядке обеспечения жильем можно узнать по телефону, указанному на экране. Бесплатную юридическую помощь могут получить жители сел и деревень. График ее предоставления вы видите на экране. Так, в Большеглушицком районе специалисты принимают каждую вторую среду месяца, в Воростянском – каждую третью, а в Большечерниговском – каждую четвертую. Дополнительную информацию о порядке оказания бесплатной юридической помощи можно получить по телефону, указанному на экране или на сайте. Холодная пасмурная погода сохранится в начале рабочей недели в Самаре. К выходным к концу недели, по прогнозам, немного потеплеет. По сообщениям синоптиков, в губернии в ночные часы возможны заморозки до минус 2 градусов. Днем температура воздуха ожидается от 3 до 8 градусов, при северном ветре силой до 10 метров в секунду. А вот в пятницу воздух прогреется уже до 11 градусов тепла. А вот о каких событиях наши журналисты расскажут в следующих выпусках. На этом наш выпуск завершен. Благополучий вам и будьте участниками только хороших событий.